МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас витая служба информации, телерадуя компании «Гомель», у студии Натальи Игнатенко, глядите у гэтым выпуском. Худкая и высокотехнологичная допомога. Межрайонный кардиоцентр открылся сегодня у Мазыры. Николе не забудем, подчас военно-историчного фестиваля у Светлогорским районе одновели подеи операции «Багратион». Подарунок самым юным гомельчанам. Дитячий сад в 104-м микрорайоне открыют до Дня Незалежности. А зараза об этом и иншим больше подробязна. Поскоренное развитие Мазырского района до 2020 года, рост продукционности працы и, как выник, заработной платой створения новых прационных мест. Сегодня у Мазыры праишло выездное посаджение гомельского облаканкама. У Мазырским районе проживая маль 10% от колькости насельництва у сей гомельской области. За 4 месяцы года середняя зарплата склала тут больше, как 1000 рублей. Без улику нафтоперапрацовчего завода – амаль 870. В 2020 году плануется забеспечить узровень зарплаты не ниже за 1090 рублей. Экономика района формирует найбольший объем выручки от реализации продукции, товаров, работы по слуху гомельской области – амаль 30%. Значную кладу развития района уносит промысловый комплекс, який забеспечивает свыше 90% выручки. Это больше, как два десятки буйных и средних предприемств. Кроме того, в районе наличивается около 800 микро, малых и средних субъектов господарения и амаль 2700 индивидуальных предприемников. Но у экономики района есть и пыльные складанности. Праблемные вопросы, которые необходимо вырешить для обеспечения ситуации по особенных предприемствах, адлюстрированные в комплексном плане развития. Так, на некоторых предприемствах взнос могутности превышает 65%. На широку вытворчастей назирается недозагрузка. Основная мета плана развития – повышение доходов насильства, створение комфортных и безопасных умов для жития. Важная задача у гэтым накерунку – завершение распочатых инвестпроектов, повышение эффективности работы предприемствов, забеспечение загрузки вытворчастей и, как выник, нарушивание объема вырабляемой продукции. Основная, конечно, тенденция, помимо заработной платы роста, это благоустройство города, это строительство новых объектов. Основным составляющим, вот у нас и в прошлом году 53 торговых объекта было создано и введено в эксплуатацию. Конечно, новые объекты – это, прежде всего, создание новых рабочих мест. Поэтому по прошлому году у нас 771 рабочее место дополнительно создано было в районе. В этом году мы планируем 565 новых рабочих мест. Только в сфере торговли, а это два объекта, которые по инвестпроекту будут реализованы в декабре 2019 года, позволят нам, 340 человек, иметь дополнительно рабочих мест. Протягиваем выпуск. Профилактика и лечение сердечно-сосудистых захворваний станут больше оперативными и сучасными для Жихаро-региона. Сегодня у Мазырской больницы открыли межрайонный кардиологичный центр. Падею промерковали до Дня незалежности Беларуси и 75-й годовины вызволения от фашистских захопников. Как будет працовать новый центр, и какую допомогу тут будут оказывать, ведая Марина Джалая. Диагностование кардиологичных захворваний станет больше доступным не только Мазыранам. Межрайонный центр на обследование и лечение смогут проезжать Жихары Ельского, Нараулянского, Лельшицкого, Петриковского, Житковицкого, Калинковицкого и Хонецкого районов. Это, например, 300 тысяч человек. Центр будет працовать в круглосуточном режиме. Новая структура аналогичная той, что денежная у Гомеле. У приватности специалисты смогут проводить коронографию для доследования сосудов и стентирования. Обстаневание дозволяет выявлять любые проблемы с артериальным речащим сосудов, что даст махчимость пациентам полепшить якость життя. На базе кардиоцентра будут проводить плановые и экстренные операции. Аппарат Inova IGS 540 производства Франции, компания General Electric, позволяет нам выявлять любые проблемы с артериальным руслом сосудов. Так, в первую очередь, планируем лечить инфарктом якарда, то есть больных острым коронарным синдромом, что позволит людям улучшить их прогноз и качество жизни в дальнейшем. То есть, если раньше мы таких больных возили в Гомель, тратили время, то теперь мы можем у себя на базе нашей больницы оказывать помощь данным пациентам. То есть, не только Мозырь, а именно Полесского куста. На финансование работ по подрихтовке помешканью из областного бюджета накировали 1,3 млн рублей. Кошт ангиографического комплекса, яким оснастили рентгеноперационную – 1,5 млн. Эти сроки выделил республиканский бюджет. Важное событие, считаю, для моих коллег, так как дополнительная возможность совершенствовать свои практические и теоретические навыки по внедрению высокотехнологичных современных методов диагностики и лечения кардиологической проблемы. У районних это первый кардиологический центр. В 2020 году аналогичный плануется створить в Жлобине. Марина Джалая, Валерия Хапанько, телерадио компания «Гомель» из Мазыра. На «Гомельщине» начались мероприемства, присвяченные проведению операции «Бахраційон», в вынику которой была вызволена вся территория Беларуси. Первым угетом в списке стал военно-гисторичный фестиваль в Светлогорском районе. На святе побывали и наши корреспонденты. Не глядяши на дождливые надворья, на военно-гисторичный фестиваль, люди пошли приезжать задолго до початку запланованных мероприемств. Уреште, в вольный час, тут так само есть на что поглядеть. Пять годов тому под Светлогорском усталявали памятный знак, присвященный операции «Бахраційон». И ошиб разгод тут открыли филиал Светлогорского краязнавчого музея. Здесь полная насыщенная экспозиция, которая рассказывает о наступательной операции «Бахраційон» в целом и об особенностях прохождения ее на территории Симфокурского района. Конечно же, много предметов вещественных, много документальных предметов. Организованы областной организацией Белой Руси «Аутомотопробег», «Факел Перамоги» так само присвящены 75-й годовине вызволения Беларуси. Его удельники приезжают на свято прикладно на 50 мотоциклах и автомобилях. Такие пробеги по местах боевой славы на Гомельшине проводятся уже с 7-й год. Не только для того, чтобы не забыть историю, но и прикоснуться к этой истории. И чтобы наше молодое поколение, потому что основная масса наших участников – это все-таки молодые люди до 35 лет. Чтобы они на эмоциональном уровне почувствовали, какой ценой досталась нам победа. А победа нам досталась все-таки ценой человеческих жизней. Операция «Баграцион» пошелась 23 червеня 1944 года и завершилась 29 жюня. Для проведения, спланованной по усіх канонах военного майстерства, операции были задеянишены войске одразу четырех фронтов. По масштабе и досягнутых поспехах я ее порауновываюць со Сталинградской и Курской битвами. Выникам этого наступления Червоной Армии стало полное вызволение Беларуси, а так само частки Литвы, Латвии и Польши. Реконструкция одного с бою гэтой операции – бадайгалунная частка мероприемства. Для уделу у им приехали каля 10 военных исторических клубов с Беларуси и России. Репетиции проводилися на протягу некольких дзен. 21 числа, в частности я и орггруппа, мы уже здесь в палатках военных проживали полностью. Весь в сетях гэтые лишения, как говорится, и подготовка трое суток, именно суток практически все. И с самой площадки театра, и подготовка сценария. Некальким тысячам глядачоу гэтага не бачна, але для удельников реконструкцию умовы не самые спраяльные. За некальких годин дажу, подрыхтованные на переды дни окопы, залила водой. Воевать у таких умовах не вельми зручно, але подчас реальных боев было нашматяжей. Дальше удельниками гэтой реконструкции стали так само мясовые жихары, які были светками проведения операции «Багратион» у 44-м. Татьяне Бусил тады ішоу восьмый год. Кажа, перше, що зрабіли шарвон армейцы, накарміли дзятей. Да я нам есті, а мы не берем. І кажем, у нас у землянцы багато дзятей малых. Не берем. Йон нам паналівав супу, уже солдатська еды. Несіте наці, покарміте дзятак сваїх. Офіційно гэты называецца военна істарышній постановка і боевых падзей з використанням перетэхнічных эффектів. І ана не претендує на стопрацентну реконструкцію. Урешті за нікалькі дзятків гадзін нельга пауністю паутарыць опірація, які працягваліся па нікалькі дзен альбо тыднів. На гэты раз глядачам пропанують стать светками так званага «Бабруськага котла». Гэта самы пачатак багарційона, калі ўсяго за нікалькі дзен отрымалася знішыць варожую армію. Покажаючи, автонори, глянші дзятків гадзін. Фашістські дзятків, глянші дзятків, глянші дзятків, глянші дзятків. Реконструкція завершається узнагароджуванням клубу «Удельнікаў» і ашыбра з някалькі хвілін. Яны зробіць сумісна фото на пам'ять і пачнуць обмерковуваць особнія моманты байвых дзеню. Форма – савецкая, ті немецкая, значыня немає. Урэшці гэталнійкі ступіні гульня. Галонай інше. Про 75 гадоў Беларусь пам'яте. Свою гісторію і своїх вызваліцелів. Олеся Цюров, Ольга Коновалова, Валері Гапанько. Телерадоакампанія «Гомель», Цветлагорскі район. На наступным тыдні на Гомельщині пройдуть масштабные мероприємствы, прысвечені Дню Незалежності Республіки Беларусь. Сирот запланованага і адкрыцію яс-лісада номар 50 у сточацвёртым мікрорайоні обласного центра. Сёння установу наведалі наші коррэспандэнты. Аткрытё яс-лісады запланована на другое ліпіння. Зараз тут завершаюцца опошні работы, і у основным гэта тычыцца доброупорадкавання. У ближайші дні буде підписаны акт приёмки. У тым, што аб'єкт обовязково примуть, будовнікі не сумніваюцца. Контроль за проводзімымі работами був узміцненым на всіх етапах. Здесь більше аб'єм робот, більше контроля ідзьот. Контроля, во-первых, всіх наших проверяючих органів, начіная від санстанцій, пожарні требування, все здесь досконально соблюдаюцца і без нікакіх відклоненья, нічого. Всі вапросы ці на контролі. Гэта діцяшы сад у сточацвёртым мікрорайоні чакалі. Тут шмат молодых сім'яв з дітьми. Сад приймя каля 200 вихованців, ва узроці от 2 до 6 годів. Гэта знашна знісіць праблему з наявністю місців у дошкільних установах. А прачатаго, з яху адкритцем ствараецца більш як 60 працівных місців. Сад буде працаваць па 12 годин, прачым сумаваць дітям не прайдзіцца. Тут прадугледжена ўсё необхіднае і для адпачынку, і для гульняв. Прачым основанная частка обсталявання, набытага за бюджетные сродки, привезена і размещана у помяшканнях. Для дітей созданы все условия. В каждой групі є групове, спальне поміщення, раздівалка, буфетне, туалетне. Уже завезена мебель, як учебна, так і ігрова мебель. Завезена постельні принаджежність, мягкий інвентарь. Обеспечені полнасью посудою, столовими приборами. Олег Сюнцюров, Євгіння Кухаронак, Євгін Макіенка, Телерадоя Кампания «Гомель». Гонорымся нашими спортсменами. Перші одні Єврагульняў принесли медалі ў Скарбонку Беларусав. Гомельчанін Артур Белякоў разом з Брыщанкой Вольгой Мельнік завоевалі тры медалі паспартывны акробатыцы сяроць змешаных пар. З узнагородами Артура Белякова павіншаваў, выконваючы обавязкі старшыні, першы намеснік старшыні обласнога выканаўчага комітэта Генаць Салавей. Ён адзначыў, твая паспіхі стали махчымы, адзякаучы ў партасті, працавітаці і імкненню дамагчыся жаданай мэты. Учаргувы раз ты доказаў, што гомельская земля багата эталіновитымі спортсменамі. Прымі мае віншаванні і пажаданні здоров'я, паспіху і новых перамох. Веру, што і ў далейшым ты будзеш достойна працтавляць нашу краіну і гомельскую в область на міжнародным узроўні і яшчэ не раз парадуеш нас своімі высокімі выніками ў абраным віде спорту. Віншаванні Генаць Салавей таксама адрасаваў трэнерам-спартсменам. У аб'єктыве болельщыкі і других европейскіх гульняў. Талі радоўкампанія Гомель праводзіць фотоконкурс «Мая любімая фан-зона». Удзельнікам можа стаць кожны галовная умова захаваць на фотосдымку эмоція, отрыманныя ад прагляду спортывных баталіў ці провядзенне часу на фан-зоне ля-лядовага палаца. У астатнім фантазія не обмяжовываецца так ж як і колькаць досланых фотосдымкаў. Фото можна присылаць на наш корпоративный ящик телерадио компанії «Гомель». А по завершению вторых европейских игр мы подведем итоги і вручим приз. Що, конечно, хотілося сказати, що поддерживам наших, болеем за наших, создаем настроение в фан-зоне возле ледового дворца і каждый вечер смотрим, как это происходит і ловим все емоції, которые приходят с екрана телевизора. Ветер у ветрозях, хваля под келем. Юные яхтсмены вышли у акватору «Гомеля», кав вызначить лепшаха. Обласный центр принял першинство країны по парусным спорте. Наш корреспондент Вероника Гамзюкова назирала за ходом рыхаты. У споборництвах удзельничали 4 команды. Кроме Гомельчан, господару турниру в обласный центр приехали сборные Гродзенской и Минской областей, а так само города Минска. Больше 30 удзельников споборничали не тільки один за одним, але із водою і ветром. По выникам споборництва у Марии Гроднянская стала третьей у классе «Оптимист». Александр Рудянкова у классе «Лазер» 4,7. Завоявала золото, а екіпажу Владу Целковой и Вікторе Ізайц досталася бронза. У нас есть определенные достижения в некоторых личных. Мы обычно занимаем третье место, потому что тоже сильные очень команды из других городов. С споборництвы по парусным спорте проводится на худкость. Кто худше, пройдет дистанцию. Старт у одной группе дается усім одночасово. При этом парусники стартуют не с места, а могут маневровать. Однако до початку руху яны повинны не пересекать линию помеж двумя буями. После сигналу старт открытый. Яхты могут рухаться по установленной дистанции до финишу. Мы не скучаем никогда на базе. Сегодня выходим на воду, тренируемся, стремимся победить. Стараюсь слушать тренера, правильно все делаю, стараюсь идти первым. Ну, не всегда получается, ветер изменчивый, может задуть с другой стороны. Зусей в области парусный спорт развивается только у Гомеле. Гэтым займается спортивная дитячая юнацкая школа Олимпийского резерва Омега. Зараз тут коля 150 наученцев. Головная проблема, коля деце вырастают, ци ходят с парусного спорту. Як означают тренеры, гэтая секция вож для здоровья и баулення вольного часу. Тут у выхованцов есть усе шансы научиться ходить под ветразем. А у летний пероед разом с тренерами яны ходят у водные походы на своих лодках. Вероника Гамзюкова, Сергей Лукашук, телерадио компания «Гомель». Особливый клопот. Инспекторы по справах неполнолетних наведали место массовых отпочинку и нагадали молодые об правилах безопасных поводинов. Супрационники милиции на прикладах расповяли, до чего может привести гребование мерами безопасности на воде и на дороге, игнорование правил пожарной безопасности. Прохожим раздали листоки с информацией, которая допоможет застеркаться обеих близких от проблем. Не застались и без уваги и аматоры прогулок на велосипедах. Правоходники нагадали им об актуальности проблемы крадяжов гетага виду транспорту, рекомендовали быть уважливыми и не покидать велосипеды без нагляду. Большостью ладальников погадилися поставить велосипеды на улик, бо гетага повеличивая шансы отшукать и вернуть транспортный сродок у вынику крадяжу. Для гетага Любы жадают, что может звернуться в зажурную часть ближайшего РАУ сабода своего участкового инспектора милиции. Зараз у Банкдадзиных унесены больше чем 200 тысяч велосипедов. ГТ, а так само иншие новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvergomil.by На гэтым выпуск завершен и дякую за увагу и до новых сустреч у эфиры. Эфир телеканала Белару 4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Атмосферный фронт, который принес в эти выходные дождь и долгожданную прохладу, не создал в регионе больших проблем, но без ЧП все же не обошлось. Обломанные ветки, поваленные ветром несколько деревьев, а также отключение на короткое время электроснабжения ряда населенных пунктов и затопленный рынок Славянский в Речице. Вот небольшой список происшествий и неудобств, которые причинила стихия. Кроме того, накануне вблизи деревни Струмень погиб пастух совхоза Новозеньковский. В момент, когда мужчина загонял коров, в него ударила молния и пастух упал. Напарник, прибежавший на помощь, пытался привести пострадавшего в чувство, однако вернуть к жизни 54-летнему мужчину не удалось. Тело, доставленное в морг, назначена судебно-медицинская экспертиза. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку. Проливной дождь усложнил дорожную обстановку и, возможно, стал роковым условием для ДТП в Жлобинском районе. На пешеходном переходе микроавтобусом насмерть сбита молодая пара. Трагедия произошла на автодороге М5 Минс-Гомель вблизи деревни Александровка вечером минувшую пятницу. За рулем находился 43-летний водитель, житель Гомельского района. Во время сильного дождя в темное время суток молодая пара, переходившая проезжую часть в результате дорожного транспортного происшествия погибла на месте. По данному факту Следственным комитетом проводится проверка. В Житковичах 53-летний водитель управляя мотоциклом Хонда и двигаясь по улице Партизанской при совершении поворота налево на улицу Юбилейную не учел скорость движения, не справился с управлением и опрокинулся на асфальт. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения и госпитализирован в хирургическое отделение местной больницы. Возможно, брошенный из балкона окурок послужил причиной пожара, в результате которого повреждено имущество и балконные рамы сразу четырех квартир. Накануне в Гомельский городской отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре квартиры, расположенной на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Жукова. Пожар был быстро ликвидирован, однако убытки понесли хозяева четырех квартир. В результате пожара в трех квартирах повреждены балконные рамы, имущество на балконе и имущество в комнате. В одной квартире повреждена только балконная рама. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается, рассматриваем версии возникновения пожара, занесение постороннего источника зажигания неустановленным лицом. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. В воскресенье акробаты снова поднялись на пьедестал. Они стали третьими в многоборье и комбинированных упражнениях. На утро понедельника у Беларуси второе место в медальном зачете. В копилке нашей сборной 34 медали. 10 золотых, 9 серебряных и 15 бронзовых. Напомню, гомельские дюдаистки Виктория Новикова и Ульяна Миненкова, а также боксер Вадим Панков проиграли в предварительных схватках. Они выбывают из борьбы за медали. Гомельчанин Владислав Смягликов в первом бою одолел финского боксера, во втором – турецкого. На ринг также еще предстоит выйти Виктору Чваркову, Эмилу Алиеву, Антонине Аксеновой, Галине Бруевич и Виктории Кебиковой. Во вторник пройдут соревнования и по велосипедному спорту, где Василий Кириенко будет бороться за медали в индивидуальной гонке с раздельным стартом. Завтра развернется борьба за награды и на воде. Свои выступления начнут гомельские грибцы на байдарках и каноэ. К другим темам в минувшие выходные прошли очередные поединки чемпионата Беларуси. В 12-м туре высшей лиги футбольный клуб Гомель на домашней арене принимал мозырскую славию. Матч закончился со счетом 2-2. По итогам этого тура черно-красные сохранили свою позицию в турнирной таблице и остались на седьмой строчке. Зелено-белые опустились на 15-ю. Сейчас у них в активе 8 очков. В следующем туре гомельчане едут в гости к футбольному клубу «Минск», а Славия принимает на своей арене «Шахтер». В 11-м туре первой лиги «Локомотив» встречался на своей площадке с новополоцким «Нафтаном». Матч закончился победой «Хозяев» 2-1. Светлогорский «Химик» одолел «Сморгонь» 4-0, а Речицкий «Спутник» потерпел поражение от Бобруйской белшины. По итогам тура в турнирной таблице «Спутник» опустился на одну строчку и занимает четвертое место. «Локомотив» поднялся на третье «Химик», также улучшил положение и расположился на восьмой строке. В следующем туре «Спутник» едет в гости Корша, «Локомотив» принимает Барановичи, а «Химик» тур пропускает. В Гомеле завершилось республиканское первенство по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения. В турнире участвовали четыре областные сборные и команда «Минска». По результатам турнира гомельские пары заняли второе и четвертое места среди девушек, первое и четвертое среди юношей. В общекомандном зачете женская команда стала второй мужская победителем турнира. Гомельчане как раз на прошлом первенстве 2018 года заняли первые места общекомандные девушки и юноши. Мы уверенно боролись. Вообще настрой был хороший, но пошло что-то не так. Не хватило удачи. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Егорова